Все 35 депутатов оппозиционных партий Армении и Честь имею поставили свои подписи под документом об инициировании процесса импичмента премьер-министра Николы Пашиняна. По информации армянских СМИ, фамилия оппозиционных депутатов, поставивших свои подписи под документом, зачитал вчера ночью перед митингующими у здания Национального собрания член фракции Армения Арам Вардаванян. Для того, чтобы начать процесс выражения вотума, недоверия премьер-министру и правительству, недостает всего 18 подписей членов правящей фракции гражданский договор. К слову, в Армении в целом не стихают митинги, демонстранта требует отставки премьер-министра Николы Пашиняна, сам же глава армянского правительства по сообщению СМИ скрывается в бункере. Подробности расскажет Шумистан Мамедов. Шумистан, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Эльнара. Действительно, жители Еревана вышли на массовые акции протеста к зданиям парламента и правительства страны. Поводом для митингов послужили заявления премьер-министра Никола Пашиняна. Накануне глава армянского правительства заявил с трибуны парламента о намерении подписать документ, из-за которого, отметил Пашинян, его будут критиковать, проклинать и даже называть предателем. Правда, позже служба национальной безопасности страны поспешила обвинить во всем СМИ. Дескать, это они исказили слова армянского премьера. Пашинян во время разгоревшихся протестов вышел в прямой эфир в соцсетях, пытаясь успокоить граждан. Он заверил, что не подписывал никакого документа с Азербайджаном. По словам премьера, у него на столе нет даже проекта такого документа, и он не предусмотрен на ближайшие дни. Призывы Пашиняна не показались правдоподобными демонстрантам. Протестующие попытались выломать ворота перед зданием парламента. Утром полиция отцепила улицу ведущих к служебному входу в здание Национального собрания Армении. Тем временем в ходе заседания парламента вспыхнула словесная перепалка. Дебаты между депутатами сопровождались руганью и оскорблениями. Так называемые словесные баталии произошли между представителями правящей партии и оппозиционного блока. Оппозиция называет неприемлемыми тезисы, озвученные премьер-министром Николом Пашиняном. Причина их истерики заключается в том, что речь оппозиционных депутатов была четкой и конкретной. Их раздражает напоминание о массовых митингах в стране. Депутаты от партии Пашиняна понимают, что если он уйдет, своих мест в парламенте лишатся и они. В любом случае, я надеюсь, что в правящей партии все же есть люди, которые не будут бесконечно защищать интересы Никола Пашиняна. Правящей партии Армении придерживаются иного мнения. Они называют протесты попыткой переворота и ослабления Армении. Тем временем, армянская оппозиция намерена в ближайшие часы объявить своего кандидата на пост премьер-министра. Они уже подписали документ об импичменте Пашиняну. Свои подписи поставили 35 депутатов. Для старта процесса смены премьера нужно еще 18 подписей. Депутаты от оппозиции пообещали митингующей толпе обнародовать адреса парламентариев, которые откажутся поддержать идею смены власти. Отныне нет смысла задавать вопросы Пашиняну. На повестке лишь один вопрос – его отставки. Пашинян был в ужасе от того факта, что с десяток тысяч человек вышли на улицы. Если бы не Пашинян, то этих инцидентов не было бы. Этой войны не было бы. Никто не имеет права направлять людей, руководствуясь своими узкими интересами. Это исторический момент. Мы должны предпринять правильные шаги. Мы готовы начать процесс свержения Пашиняна. Осталось заставить 18 депутатов от правящей партии подключиться к процессу отстранения премьер-министра. Мы выяснили адреса депутатов правящей фракции и скоро их опубликуем. Митинги проходят и в других частях Армении. Своим агрессивным настроем известна также армянская диаспора в США. Группа лиц армянской национальности провела акцию протеста перед зданием посольства Армении в Штатах. Они также требуют отставки Николы Пашиняна. Особое недовольство армян вызвало реакция ОДКБ на ситуацию на границе. Организация ограничилась лишь декларативным призывом к миру. К слову, сегодня вечером глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров и возглавляемая им группа прибудут в Ереван. Отправить миссию ОДКБ в Армению, заявил Сидоров, предложил президент России Владимир Путин. Его поддержали все члены организации. При этом в военном блоке вновь подчеркнули, что речи об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Армению не идет. По итогам поездки миссии в Армению представители организации подготовят доклад о ситуации на границе. Сам Генсек организации посетит регион через несколько дней. Напомню, что в ходе боев азербайджанская армия уничтожила военную инфраструктуру Армении, которая представляла угрозу для страны. По оценкам экспертов, для ее восстановления потребуется минимум 4-5 года. Кроме того, уничтожены два комплекса ПВО С-300 и техника на более чем полмиллиарда долларов. Возникает вопрос, откуда у Армении такое вооружение, если в самой стране жалуются на элементарное отсутствие кассок и бронежилетов. Безусловно, вооружать Ереван означает поддерживать агрессора. Не исключено, что оружием армянскую сторону обеспечивают в том числе те страны, которые активно призывают к миру. Я напомню, что внешний долг, госдолг Армении приближается к 10 миллиардам долларов. Только за первые 6 месяцев этого года этот показатель вырос на 702 миллиона долларов. Действительно возникает вопрос, откуда у такой Армении, у которой уже несколько лет продолжается экономический кризис, такое вооружение, такое оружие на дорогостоящее. И многие эксперты утверждают, что подобное оружие доставляется в Армению путем контрабандных схем. И действительно, поддержка армянского сепаратизма должна осуждаться со стороны международных организаций. И страны, которые поставляют оружие в Армению, должны прекратить заниматься такой незаконной деятельностью. Эльнара. Спасибо большое, Шамистан. Я напомню, Шамистан Мамедов рассказал о текущей ситуации в Армении.